Популярный телекомментатор, об итогах 1-2 финала ЧМ-2022. Смелая игра сборной Марокко. Многим казалось, что будет все наоборот, Франция начнет давить, а соперник отбиваться. Вместо этого мы увидели, что и африканцы способны играть во владение, проводить опасные атаки. Правда, случилось это не сразу, а с середины первого тайма, когда Валитри Граги схему с тремя центральными защитниками трансформировал в 4-3-3-3. Унылая игра сборной Хорватии. Ждал, что она по-настоящему даст бой Аргентине, но, похоже, все силы команда Златко Далича оставила в четвертьфинале с Бразилией. Слова Андрея Аршавина в телеэфире, в воскресенье Криштиану Роналду будет больше всех рыдать, грызть ногти, может еще Тумбу-Юмбу какую-нибудь включит, чтобы Месси не выиграл чемпионат мира, есть два очевидных кандидата, Месси и Альварес. И все-таки выберу третий вариант, Леонель Скалони, главный тренер сборной Аргентины. Мне очень нравится, как он работает на этом турнире. Не зациклен о своих принципах, постоянно что-то придумывает, спокойно меняет и схему, и состав. Гибкий. Сейчас здорово подстроился под Хорватию, лишив ее всех козырей. А в четвертьфинале то же самое проделал с Голландией. То, что написал в соцсетях Ревалда, в финале мы не увидим ни Бразилию, ни Неймара, так что я буду болеть за Аргентину. Месси, у меня нет слов для тебя. Ты и раньше заслуживал стать чемпионом мира. Но бог все знает и наградит тебя в это воскресенье. Ты заслужил титул. Мощно. И неожиданно, мы же привыкли, что между бразильцами и аргентинцами отношения не самые теплые, второй. Накануне встречались два тяжеловеса, Аргентина и Хорватия, была любопытная стратегическая борьба. А в матче Франция, Марокко претендент нежданно-негаданно поменялся с фаворитом местами и выдал ярчайший спектакль. Это мне напомнило четвертьфинал с Англией, где второй тайм был точно не за Францией. Все цифры в пользу соперника, как и в матче с Марокко. Но тем и отличаются команды с чемпионским характером, даже при невнятной игре ухитряются забрать победу. Французы прекрасно понимали, что козырь марокканцев, экспрессивные футболы решили не ввязываться с ними в обмен ударами. План был такой, выжидать, терпеть, искать ошибку. Сработало, нет. Там совсем другая история. Я и сам, пересмотрев момент с разных ракурсов, не могу определиться, правильно поступил итальянский арбитр Арсата или нет. Принимаю аргументы обеих сторон. Многие задаются вопросом, ну, а что в такой ситуации нужно было делать Леваковичу? Он выскакивает из ворот, сам себя останавливает, а Леварис пытается его обхитрить, сталкивается с галкипером и падает. Выражаясь баскетбольным языком, фолл в атаке. Логично. У сторонников Арсата свои резонны. В штрафной игрок на высокой скорости влетает стоячего вратаря, который делает несколько шагов вперед и, главное, мяча не касается. Если бы задел его хотя бы ногтем, я бы сказал, это точно не пенальти. Но Левакович до мяча не дотронулся, просто сбил Альвариса. В общем, момент очень сложный. Вы были уверены, что в матче Аргентина, Хорватия нас ждет дополнительное время и серия пенальти. Когда поняли, что все уложатся в 90 минут. После гола Месси. Хорватию он приговорил. Сразу стало ясно, что она не сможет заманить Аргентину в свои сети так, как проделал это с Бразилией. Скалани и его штаб великолепно подготовились к сопернику. А хорватов еще и настрой подвел. В четвертьфинале они выглядели раскованными, над ними ничего не давляло. Понимали, проиграть Бразилию не зазорно. А теперь у меня было чувство, что хорваты вышли на поле в другом статусе. Осознавая собственную значимость. Как сборная, с которой надо считаться, поскольку она в шаге от второго подряд финала чемпионата мира. Безусловно. Я бы не удивился, если бы они ощущали себя командой, при исполненной миссии. Идут за титулом, играют с позиции силы, ну и наплевать, кто у них на пути. Но Аргентина отнеслась к хорватии с уважением. Отсюда такой футбол, прагматичный, вторым номером. Нацеленный на то, чтобы лишить соперника преимущества в центральной зоне. А уж потом забить самим, используя фактор Месси. Скалони в очередной раз перестроился. Если в четвертьфинале выставил трех центральных защитников и отзеркалил голландцев, чтобы не дать им развернуться на флангах, то здесь насытил центра поля. Потому что главная сила Хорватии – Мадрич, Брозович и Кавачич. Им противостояли Де Пауль, Паридес, Фернандес и Маклистер. Все они располагались компактно, с работой справились безупречно. Это и решило судьбу матча. В матче Хорватия, Бразилиевы отмечали проще ТТТ и его штаба. В полуфинале уже Адалич оказался к чему-то не готов. На мой взгляд, к пассивной игре соперника. И к тому, что его команде придется подолгу владеть мячом. Аргентинцы сразу его отдали, всем видом показывая, «Ребята, вот он, держите, давайте посмотрим, что вы умеете с ним делать». В итоге та самая троица во главе с Мадричем двигала мяч, безуспешно искала какие-то варианты в атаке. Остальные вообще не обостряли. После победы над Бельгией Адалич воскликнул, «Ешка Гвардиол – лучший центральный защитник в мире». Вам по ходу ЧМ-2022 тоже так казалось? Нет. Я понимал, что эти слова – аванс. Попытка придать 20-летнему футболисту дополнительную уверенность. Хотя до поры Гвардиол и Ловрин в центре обороны действовали надежно. А вот полуфинал провалили. Столько ошибок. Когда Аргентина забивала третий мяч, «Ешка» показали, что такое большой футбол. В точку. Мало того, что для него не проблема поменять схему в зависимости от соперника, так еще и ротацию проводит внушительную. В Катаре лишь четыре аргентинских футболиста выходили в основе во всех матчах – вратарь Мартинис, Атамин Де, Де Паули и Месси. Только в третьем туре с Польшей с первых минут появились Наполе Фернандес, Маклистер и Оливарес, без которых команду сегодня уже трудно представить. Здорово проявляет себя с колонией как педагог. Когда у тебя есть суперзвезда, к которой приковано огромное внимание, атмосфера в коллективе может очень быстро разрушиться. Ведь ревность и зависть никто не отменял. Но у аргентинцев на ЧМ-2022 тишина и порядок. Потому что все футболисты знают свою роль. И не претендуют на заголовки. А возьмем сборную Португалию. С великим Криштиану Роналду и его товарищами, которые по уровню индивидуального мастерства сильнее тех, кто сейчас в распоряжении с колонией. Но Сантуш из этой россыпи талантов слепить команду не сумел. Было слишком много деструктива. Помню-помню, ваши слова, когда капитан Напали, это Криштиану и сборная Португалии. Когда его нет, сборная становится командой, да? Это не про Аргентину с колони. Там ребята понимают, есть Месси, идущий за Кубком Мира, и остальные. Которые во всем ему помогают. В любой классной команде есть скрытый герой. Он держится в тени, хотя от его игры многое зависит. Кто у Аргентины такой? Фернандес. Ему всего 21 год, в сборной дебютировал в сентябре, да и начинал турнир не в старте. Но сейчас это ключевая фигура в центре поля. Поражает скорость принятия решений, невероятная рассудительность. Парень и мяч неплохо двигает, и в отборе хорош. Для меня Фернандес, одно из открытий чемпионата. Гризман. Сколько у него в Катаре забитых мячей? Ноль. Да, три голевые отдал, но они уместились в две игры, с Англией и Данией. При этом именно на Гризманне держится весь командный каркас. Знаете, как во Франции его сейчас называют? Фонтуан. Он действительно все склеил? По сравнению с ЧМ 2018 у Франции в средней линии нет ни Матюйди, ни Погба, ни Канти. Но она не провисает. В том числе благодаря Гризманну, который успевает везде. И игру ведет, и сзади отрабатывает. Ну и конечно, вызывает восхищение его уникальная серия, за сборную провел уже 73 матча подряд. Вы только вдумайтесь в эту цифру, нет. Но в Катаре в некоторых игровых ситуациях ведет себя очень нервно. Да и в целом не отличается стабильностью. Из категории вратарей, которые всегда могут что-то выкинуть. К этому давно привыкли и в сборной, и в Таттенхэмме. Нет у Лариси такой уверенности, как в Эмилиано Мартинесе, Буну, Леваковиче. Вот, пожалуй, единственная проблемная точка французов. В конце, опять же по традиции, ваш прогноз на оставшиеся матчи. Хорватия, Марокко. Один к двум. В стартовом туре ЧМ-2022 эти команды уже выдали между собой нули. Хватит. Фаворитами в борьбе за бронзовые медали вижу марокканцев. На их стороне эмоциональный заряд и ощущение незавершенного дела, после обиднейшего поражения в полуфинале. Три к одному. Повторюсь, мне импонирует работа с Колони. От этого в прогнозе я отталкиваюсь. Думаю, он придумает какой-то хитроумный план, и остановит Францию. У Дидио Дишама команда надежная, прагматичная. Но понятная. Ее можно обыграть тренерским конспектом. Плюс у Аргентины есть Месси, который сейчас в потрясающей форме. Дня три назад спросил вас, кто станет чемпионом мира. В ответ услышал, в моих глазах это изначально был победитель матча Англия, Франция. Раз дальше прошла команда Дишама, теперь она для меня и фаворит, да, я придерживался этой точки зрения. Но после полуфинала все изменилось. Французы в игре с марокканцами не убедили, зато аргентинцы в битве с хорватами произвели грандиозное впечатление. В первую очередь творческим подходом с колонией его штаба, где собраны топовые в прошлом футболисты, Вальтер Самуэль, Пабло Аймар и Роберт Аяло. Видно, они серьезные стратеги, под каждого соперника тщательно разрабатывают игру. Вот честно, нет у меня тут симпатий. Буду просто наслаждаться финалом и ярчайшими игроками современности. Если победит Месси, мы получим очень красивую историю. Выиграет Мбаппи, тоже здорово. В 24-го года стать двукратным чемпионом мира, это фантастика, рискну предположить, что в этой номинации сохранится паритет. Мбаппи в последних матчах не блистал. И Саутгейту, и Реграги удалось остановить Кельяна. Сколони это тоже по силам. Что касается Амесси, то золотая бутса, как мне кажется, его вообще не волнует. Гораздо важнее командный результат. Поэтому будет больше играть на партнеров, выдаст пару-тройку гениальных пасов, такие, как Малини Альварису. Но если в ворота французов назначат пенальти, шансы Леона золотую бутсу наверняка возрастут.